всем привет в этом небольшом видео рассмотрим как стравить воздух из радиатора отопления в данном случае у нас биметаллический радиатор с него мы и будем стравливать воздух воздух стравливается для чего и и в каких случаях если радиатор полностью холодный если при подаче теплоносителя первые три-четыре ребра теплые а дальше постепенно температура уменьшается и в итоге здесь холодные ребра значит здесь находится воздух и просто для профилактики чтобы убедиться в том что действительно в радиаторе нет воздуха для этого используется кран маевского вот что он из себя представляет он служит для спуска воздуха из радиатора сейчас мы посмотрим как он работает при покупке крана маевского и установки его на радиатор и идет в придачу ключик вот такой специальный ключик он служит для открывания клапана и стравливания воздуха берем емкость в данном случае я взял 5 литровую бутылку и и обрезал сделал ручку можете взять любое ведерочко общем все что угодно лишь бы не текло на пол уверенно открываем поворотом против часовой стрелочки клапанок и вот у нас пошла вода в данном случае я воздуха здесь не наблюдаю здесь идет чистая вода также я рукой потрогал теплая вода должна выходить теплый сейчас мы посмотрим на другом радиаторе и плотненько вот так же закрыли так небольшое дополнение к вышесказанному если у вас к примеру нет вот такого ключа вы его где-то забыли или потеряли не отчаивайтесь здесь самом крану на клапане сделано прорезь под плоскую отверточку берем отверточку вставляем в прорезь и спокойно откручиваем и стравливаем воздух из радиатора и потом также успешно закрываем это маленькое дополнение тоже надо учитывать ну все продолжаем дальше открываем поворотом против часовой стрелочки слышим слышим звук воздуха вот воздух у нас пошел с водой вы можете наблюдать как выходил воздух и сейчас тоже он выходит я нажимаю на клапанов чуть-чуть чтобы ты выходил воздух не бойтесь этого делать ничего страшного в этом нет можно даже чуть побольше открутить будем стравливать воздух пока не прекратится шипение вот сейчас воздух опять вышел вот опять воздух идет не надо спешить лучше побольше стравить если того же теплоносителя чтобы окончательно убедиться что воздуха в системе нет вот еще есть шипение это указывает на то что воздух еще есть вот повода идет то вода с воздухом ну вот на данный момент я воздуха не наблюдают после того как воздух прекратил выходить из радиатора идет одна вода я могу спокойно ее потрогать вода не очень горячая так что пальцы я не обожгу все мы закрываем кран маевского и на этом наша миссия так сказать по стравливанию воздуха закончена теперь у нас батарея полностью заполнена теплоносителем батарея полностью прогрелась сразу повысилась ее теплоотдача и заметно в комнате стало теплей на этом мы здесь с этим радиатором заканчиваем сейчас мы перейдем на чугунную батарею там стоит другой кран маевского посмотрим как его откручивать и потом у нас еще будет более старый кран маевского мы его тоже рассмотрим поэтому не уходите подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии сейчас мы идем в другой батареи сейчас мы находимся вот и чугунной батареи не вкручен кран маевского другой конфигурации но принцип действия и его такой же как и предыдущего что мы рассматривали для того чтобы его открыть понадобится ключик вот такой небольшой на 6 и сама процедура стравления воздуха аналогичная той что было чуть чуть раньше открываем и травливаем до тех пор пока не не пойдет чистая вода без воздуха здесь у нас воздуха как такового нет поэтому мы закрываем и переходим на другую батарею там у нас более старый кран маевского сейчас мы его рассмотрим тоже так вот я нахожусь возле другой батареи здесь включен тоже кран маевского но более старой конфигурации бывает что и встречаются вот такие страны маевского сейчас покажу другого плана кран маевского бывают вот такие тоже сейчас вот он тут уже весь обточенный папа разбит но все равно эксплуатируется и держит для того чтобы открыть данный кран маевского нужно вот такой вот ключ это ключ и самодельный сделан из болта можно сделать из арматуры из восьмерки посередине разреза нужного размера и вот так вот он непосредственно вставляется в кран маевского и движением против часовой стрелки открывается вот закапала вода воздуха здесь нет значит закрываем обратно снова я вернулся к биметаллическому радиатору хочу подытожить что в данном видео мы рассмотрели как стравливать воздух из радиаторов отопления из разных кранов маевского на этом я хочу закончить свое видео подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии жду вас на своем канале все всем пока